итак в этом видео мы покажем и расскажем чем мы занимаемся перед тем как привести охотников на место первым делом мы едем расчищать дорогу потому что после дождей и всяких сильных ветров деревья падают и так как не каждый охотник захотел бы идти через лес на большие расстояния около километра или может даже двух может в некоторых моментах даже 3 я спускаюсь вниз и мне приходится раскидывать деревья как он пилит другое я убираю деревья с дороги они довольно тяжелые иногда мы используем квадроциклы иногда вездеходы как вот этот но на квадроциклах не везде можно проехать и поэтому нам приходится использовать вездеходы на более длинные дистанции квадроциклы довольно веселая вещь и быстрый и опасно в некоторых момент мы убираем эти деревья используем для костра чтобы у нас был костер возле лагеря но как видите большинство деревьев мы конечно просто выкидываем чтобы у нас было место для дороги и мы могли проехать итак в этом кадре я выкидываю березу которую я около двух или трех поездок пытаюсь убрать с пути как я понял то что у нас есть маленький потоп в лодках мы идем брать мне ведерко и попутно я вам расскажу что мы тут и делаем это кухня спит повар и два помощника который помогает охотникам и привозит их на место ну иногда мы конечно же хрен тут вещи иногда храним еду для повара у нас есть тут два маленьких домика вот этот один и еще другой как мы видим мы идем в другой маленький в этом маленьком доме спят охотники еще помимо вот этих дом дом у нас есть палатка я иду расчищать воду это довольно мутерная задача и так как я вижу то что кто-то не убрал кулер этот маленький холодильник который похож на коробку пластмассу и конечно же мне любопытным подростку интересно стал что-то там то маленьком кульвере холодильнике так как старые охотники были и оставить холодильник там было много воды и пару энергетических напитков и вот мы расчистили лодки едем на место кормежки мы едем на место и корними дверь мишек и беден и так как вы видите тут произошел завал потому что был дождь пару дней тому назад и все ввалилось много деревьев упало в реку и осталось там я не уверен если они все еще там но скорее всего они уже уплыли так как несколько из них застряло под мостом нам повезло и мы не стреляли как мы видим мы подъезжаем к кое-какой маленькому островку который стоит днем за большой землей потому что это уже другая сторона речки мы кормим мишек а медведя мы кормим печеньками кукурузой сиропом ну не кукурузой а семенами кукурузы сиропом печеньками тортиками но это все недоступно для еды человеку потому что это пищевый отход ну кроме кукурузы мы просто покупаем и вот они меня попросили проверить лестницу стенд который на котором сидят охотники и ждут свою добычу в виде медведей так как мы видим стенд в хорошем состоянии и я не упал приходится проверять практически каждый стенд потому что мы отвечаем за охотников и охотники должны быть в безопасности чтобы у нас не было проблем в этом месте мы видим что же все довольно заросло или может быть это произошло после потопа все обвалилась маленькие деревья с легкостью падают и тут мы видим очень много дерева это совершенно другое место тут нет такого стенда который стоит на дереве тут есть палатка и вот майк идет к этой палатке и он покажет мне ну и вам естественно как там сидят еще делаю наш другой помощник возьмет бензофилу и будет расчищать местность чтобы люди которые с луками или с винтовкой не промазали и пуля или стрела некоторые охотники ходят с арбалетами чтобы она пролетела ровно и не задела никакого лепестка и не ушла в молоко или это густер так мы видим что охотники используют эту палку чтобы вставить свою винтовку и просто сидят там идут и вот сейчас мы видим то что охотник несет свою винтовку с кем-то еще с каким-то помощником который как вы видите проверил лестницу вот мы видим то что охотник сидит сидит и ждет свою добычу вон та черная точка которая ходит туда сюда это мишка что мы делаем с медведями после того как их пристрелят после того как их пристрелят мы их ищем вывозим из леса убираем их невнутренности в некоторых моментах я сохраняю внутренности такие как сердце и замораживаю его потом просто запекаю сейчас мы видим то что медведь подошел очень близко но близко к месту кормежки ему интересно что же там находится он пытается понять как ему лучше всего подойти чтобы если что-то случилось он мог с легкостью убежать ну время идет мишка не хочет кушать может слишком маленький медведь да мне кажется это уже будет другой медведь который туда подойдет да этот медведь слишком маленький охотник решает отпустить чтобы он все еще уже дальше и через время приходит более большой медведь который охотник пристрелит и нам придется его нести из леса что мы делаем на второй сезон после медведей на 2 сезон после медведей у нас идет сезон охоты на олень скорее всего мы запишем видео то о чем мы делаем и чем их кормим сезон охоты на оленей длится с конца сентября до конца декабря это довольно трудная работа так как нам приходится водить гораздо раньше чтобы накормить охотников взять с собой еду для оленей рассыпать ее уйти и все-таки выстрелы медведи медведь конечно падает мы вам не сможем это показать так как youtube довольно довольно жесток с правилами о насилии на животными но поверьте медведь упал и мы благополучно сняли с него шкур и разделали на мясо и может быть я даже забрал пару интересных вещей себе